Доброе утро, страна! Не сидится нам, естественно, по теплым норкам Какое число? 24-й Ноября, Холодрыга, поля встали В прошлый раз еще, по прошлому видео, наверное, помните Но мы, естественно, не усидели Поехали исследовать новый лес Земля обалденно копается Ну, короче, сейчас покажем В лесу прекрасно, вот под листвой Листва преет Соответственно, температура несколько другая И земля мягче Вот Так что сейчас будем ходить И вам все показывать Смотрим Так, ходим пока Не попался пуля и рубашка Снаряда Без какой-то накат пересекает У Димки первой вроде как у меня ему сигнал Сейчас это Йоксель-темоксель Значок какой-то, что ли Зачок не может быть на подвеске Были значки, как медальки Так что, конечно Пушечка там нарисован какая-то Сейчас отмоем, посмотрим В лесу вообще красота Земля копается прекрасно под листвой У тебя вода есть? Да Давай, по-моему, поглядим Не вытащил? Я вытащил Я тоже вытащил Чего вытащил? А Дим, у нас это традиция уже есть Кто-то берет с собой с прошлого копа Хабарок или хотя бы шмурдячок То потом очень все печально На следующий раз Ну, конечно, все предрассудки Но оно работает Ух ты Опять тебе замерзнут дедушки Земляного Потеря ногу Причем тут Япония Япония? Может, ты медаль нашел Японской войны Здесь какой-то дядька Дядька Короче, Дима сделал коп Все, поехали домой Вверху? Ну, как Дай на камеру Посмотрю, может быть, скажи Сейчас покажу Так Так Сзади дядька на наколах Тут, короче, все много перечислено Франция Серпия Япония 1900 какие-то года Ну, да Ты дядька какой-то Вот не Николаха Но фуражка вроде как наша, имперская Ну, наша имперская чашка Забавная вещица И усы такие И усы, да Ну, офицер какой-то Вот такая находка Идем дальше В период Первой мировой войны Для целей пропаганды военно-политического союза стран Антанты Выпускались различные жетоны Считалось модным носить сразу несколько подобных жетонов на цепочке Основным производителем таких жетонов считается известный фабрикант и купец Второй гильдии Дмитрий Лазаревич Кучкин Основавший в 1898 году в Москве на 4-й Мещанской улице во 2-м Лаврском проезде фабрику металлических изделий Эта фабрика также имела филиал в Казани Вполне возможно, что казанская фабрика была основана раньше А после того, как Кучкин разбогател Его центральное производство было перенесено в Москву В любом случае, в числе мелких изделий из латуни, жести, стали и проволоки Эта фабрика выпускала жетоны Одним из таких жетонов является представленный жетон 1916 года выпуска На лицевой стороне жетона изображение генерала Брусилова Алексей Алексеевич Брусилов родился 19 августа 1853 года в Тифлисе Ныне столица и крупнейший город Грузии Русский и советский военачальник и военный педагог Генерал от кавалерии Генерал-адъютант Главный инспектор кавалерии РККА В день объявления Германии войны России 19 июля 1914 года Брусилов был назначен командующим 8-й армии Которая уже через несколько дней приняла участие в Галицийской битве И к середине августа 1914 года нанесла в ходе рогатинских боев Поражение 2-й австро-венгерской армии С 17 марта 1916 года Брусилов был назначен главнокомандующим Юго-Западного фронта В июне 1916 года провел успешное наступление Юго-Западного фронта Применив при этом неизвестную ранее форму прорыва позиционного фронта Заключавшуюся в одновременном наступлении всех армий Главный удар в соответствии с планом, разработанным Брусиловым Брусиловым был нанесен 8-й армией под командованием генерала Каледина В направлении города Луцка Прорвав фронт на 16-ти километровом участке Носовичи-Корыто Русская армия 25 мая заняла Луцк А ко 2 июня разгромила 4-ю австро-венгерскую армию Эрцгерцога Иосифа Фердинанда Эта операция вошла в историю под названием Брусиловский прорыв Также встречается под первоначальным названием Луцкий прорыв За успешное проведение этого наступления Брусилов большинством голосов Георгиевской думы Приставки Верховного Главнокомандующего Был представлен к награждению орденом Святого Георгия 2-й степени Однако император Николай II не утвердил представление И Брусилов наряду с генералом Деникиным Был награжден георгиевским оружием с бриллиантом На обратной стороне жетона надпись «Слава союзникам!» 1914, 1915, 1916 Россия, Франция, Англия, Италия, Бельгия, Сербия, Япония Так, Димка у нас опять отличился Первой империи с этого леса Ну да, на денежку похоже Да фиг, может отойдет Ну да Запросто Александр Впервые Да красота, вообще красота Копается изумительно Ни жарко Ни холодно Клещей нет Клещей не знаю Сейчас мы вечером на тебе проверим Ты их все равно цепляешь Да и я тоже Итак, короче, пошли Сейчас где фокус-ка Поймай Все О, нашелся Шли по старине Получается по войне Вот вход Какие-то землянки были Или блиндажи Или землянки Бог его знает Ну вот на что только не наткнешься Вот как-то вот Да Итак, вышли на накат Решили из этой части леса уйти Потому что здесь советская жопа Какого? Шестьдесят первого Так, у Любки Шестьдесят первый год И сорок третий Там еще была пятнашка что ли А ну-ка, чётик дайте А то я не снимал Такой вот Накат охотничий Куча пуль Патронов целых Поломано А если мы по нему туда пойдем Мы в тот лес не придем В коврагу? Не знаю Вот как-то Вот так Блин, где фокус? Фокус Что-то все разъезжается Ашмай Я хотела бы выйти все-таки на старую дорогу А не на эту Ну Да А по этой я же не знаю Снег повалил Все, друзья На этом мы на сегодня закончили Все, что мы нашли Два совета Одна империя Александровская И Вот этот медальон Жетон Который вы наверняка уже видели Но мы не прощаемся А плавно перемещаемся В следующее видео Хлоп Утро наступило Следующий день Вчера был Ну такой выезд себе Но видео продолжается Сегодня Сегодня приехали Посмотрите Как резко поменялась Кстати говоря погода Снег сегодня ночью выпал Ехали уже по заснеженным дорогам Уже все посыпают песочком Здесь хорошо Ну да Реагент замучил уже Честно говоря Этот городской Сегодня план такие Приехали в лес Где серебро попадалось Последний Раз Наверное Не последний Но вот недавно Мы здесь были Решили еще раз Пошерстить его Пока еще Возможность есть Пока еще копается Вполне себе Даже прилично копается Ну понятное дело В лесу не в полях Вот Так что Шоу Маст Гоу Он Как говорится Ладно Мы Движемся Вперед Так Сигнал Типа Как пуговичка Только не пуговичка Сейчас Фокус найдется Заклеп Где хокус Типа Такая штука Как будто на закрутке И заклеп Непонятно Хочу показать из оперы Одно лечим Другое калечим вот были же недавно ничего такого здесь не было в одном месте листву собирают и прям в мешках в лесу все это просто взяли и выкинули чертовой мать вот все сложно вот вы высыпать их да и вывести сами мешки куда-нибудь выбросить нет вот так вот прям свалить и хорошо у нас все так делается к сожалению через жопу так и следующее сигнальчик правда она очень на кисле забываем закапывать сейчас закопаем ямки мы не тоже в лесу стоит закопать обязательно в первую очередь везде стоит закопать довольно очень сильно дофига стоит маша то идет нет знаешь она ну что живет давай второй пол копейки ну что живет удалит на вот за это конечно поймал бы убил но этому лопатой так дорогие друзья делаем ставки суть по всему монета вопрос какая сигнал советский достаем люб говорит что их скорее всего 20 51 нет блин ходячка до . твою рубль дивизию какой же трубы 2 рубля будем на кофе копить такие завалы все время приходится преодолевать еще один дальше там еще будут ну сейчас дойдем тут прямо в натуре прикол какой-то все ходячка пятачок правда на кофе соберусь 7 рублей есть блин смех да и только 10 копеек еще рядом докатились емой 7 рублей 10 копеек не хватает шли-шли вот такую штуку в лесу интересную нашли был какой-то строение в порядке советской скорее всего после советской какой-то оснастка шифер в кучу все собрали слава богу в кучке все лежит такая вот интересная штука ребят походу сезон подходит концу осенний что-то больше ничего нету фальзи возле машины уже вон там она вкус так стоит сигналов очень много здесь мусорка 20 копеек сейчас фокус 90 года хренеть совсем позднее позднее некуда продолжаем крутиться пролезки в этом пряжка такая выскочила и копеечка непонятно чья империя так вот вот и погуляли бы два дня по лесу вот они находки вы видели совсем мало зачет идет конечно этот подвеска жетон временного правительства все остальное так себе в принципе иногда бывает что в подмосковье ничего не устреливают а иногда бывает устреливают вот в этом лесу тогда серебро находили сегодня трима нет на их ай ходячки пригоршли ну ладно на этом сезон осени 2018 года считаю закрытым сегодня у нас какой 25 ноября на следующей неделе открываем сезон зимы 2018 года поэтому подписывайтесь ставьте пальцы всем пока